Привет всем! Сегодня будем готовить русский рыбный суп. Это, в принципе, как раньше в Советском Союзе практически был завтрак туриста. Ребята, многие не знают, кто помоложе, но те, кто постарше, его знают. И я думаю, наверняка они готовили. И он чуть-чуть модернизирован, ребята. Нам понадобится две баночки сайры консервированной. Макарошки вот такие беру. Это, по-моему, лапшичка или что-то в этом роде. Масло сливочное, масло подсолнечное, лук нарезанный, морковка натертая, картошка. Я пока ее не стал нарезать, но я нарежу. Это в процессе будет. Я показать, сколько примерно это будет. Лавровый лист, перец горошком черный, укроп сушеный. Я на этот сейчас раз возьму. В принципе, можно и простой укропчик. Ребята, еще черный перец молотый нам понадобится. Соль, соответственно. Ну, приступаем к готовке, ребят. Ставим на огонь решеточку нашу. Чугунок. Наливаем туда масло. Много не надо наливать, чтобы закрыть дно. Берем теперь масло сливочное. Тоже так много не надо. Там грамм 50, наверное, 100 может быть. И ждем, пока у нас все дело растворится и закипит. Ребят, у нас зашкварчало. Масло еще не растопилось. Сейчас я палкой растоплю. Разгоню, размешаю. Все, у нас масло теперь готово. Мы теперь загружаем туда лук. Ребят, луковицу порезал полторы больших. И начинаем обжаривать. Прошло пару минут. Можно теперь перемешать. И пусть дальше опять пассируется. Выглядит это примерно вот так. Прошло еще пару минут. Теперь мы загружаем морковку. Ребят, здесь одна большая морковка была. Я ее всю туда потер. И перемешиваем. Ребят, прошло еще пару минут. Не забываем перемешивать. Чтобы наша пассировочка была качественная. Ребят, смотрите. Запах сейчас обалденный. Что у нас здесь получается? Такая вещь шикарная. Прямо как салат. Не знаю чего. Так вот уже хочется его съесть. Ребят, смотрите, какая красота. Уже время пришло добавлять нам воды. Вода холодная. Пассировочка готова. Половинку чугунка мы налили водички. И ждем теперь закипания. Можно помешать. Ребят, смотрите, какой цвет приятный. Желтый стал. Наш бульон уже. Такой прям красивый-красивый стал. Хотя еще пока не готовы ничего. Ребят, закипело. Теперь мы будем бросать горошком перчик наш. У меня штучек 6-7 где-то примерно. И в догонку загружаем уже рыбу. Может кто-то скажет, что рыбу рано закладывать. Она там разварится и вообще будет форшмак. Ребят, испробованный этот метод. Нифига она ничего не разваливается. Так загрузили, такая она и будет. И ждем теперь дальнейшего закипания. Ребят, закипело. Теперь можно добавлять картошку. Теперь можно посолить и поперчить. И берем картошку. перемешиваем ребят я люблю густой суп то как любит можете пожиже делать можете погуще я всегда придерживаюсь к тому что ребята надо готовить так как вы любите они так как там в рецептах всегда указывают можно принципе еще водички добавить чтобы пополнее было густота наше хорошее вот теперь ждем закипания ребят если вы заметили смотрите как дымок идет прямо туда заныривает в сам котелок и окуривает своим дымом наше блюдо и оно получается в 30 раз вкуснее чем вы готовите дома на газу или на электрической плитки ребят наш супчик начал закипать пора добавлять нам лавровый лист и добавляем следом укропчик где-то столовую ложку у меня получилось хотел чуть меньше но принципе она плохо не будет можно все дело утопить и теперь мы варим около получаса ребят смотрите как наш чугуночек варит прям как в сказке сказочной чугуночек варе и ребят прошло полчаса примерно я попробовал картошечка уже готова теперь отправляем вермишельку ребят многие говорят типа того то что надо перловку дать перловкой тоже вкусно но с вермишелью попробуйте тоже изумительно самое главное в этом деле сейчас не упустить момент чтобы наша вермишель не переготовилась если переготовится будет невкусно ребят прошло какое-то время не знаю минут может 10 8 не знаю толком не засекал сейчас изловим вермишельку попробуем так все суп наш готов надо выключать нам огонь и и можно уже накладывать и дегустировать наше блюдо в полном объеме вот ребят что я про рыбу говорил нифига она не не разваливается кто мне помню как-то готовил мест замечание сделали ты неправильно гат рыбу кладешь это иначе это она разварится все идем дегустировать ребят дегустируем что мы сварили берем сейчас рыбку вкус замечательный ну что могу сказать ну консерва есть консерва ничем не испортили вот как было так было сейчас попробуем сам суп что нам дала сама рыбка рыбка полностью отдала свой аромат добавили сюда пряности пряности тоже ощутимы все приготовилось качественно самое главное ребята надо следить за блюдом вот и всегда у вас получится очень вкусно ребят кому был полезен мой рецепт ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на канал всем удачи пока